Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я нахожусь в перечной теплице и хочу поговорить именно о перцах, о пожелтении листьев. Вот сегодня 2 июля и в это время очень-очень много сообщений приходит. У кого-то пожелтели листья перцев, у кого-то желтеют листья томатов, у кого-то баклажанов. Все спрашивают, почему у меня желтеют листья. Но я всегда говорила и буду говорить раз за разом, что заочно причину вашего пожелтения вам никто не скажет, почему у вас желтеют. Я вот сейчас расскажу, почему у меня пожелтели листья перца. Возможно, ваша ситуация подобная, а может быть у вас совсем другая причина. Чаще всего называют специалисты пожелтения листьев, это недостаток азота. Вот я сейчас вам покажу, когда явный недостаток азота и как он может, почему он получился. Вот вы видите, посадки все разные. Вот есть вот такие жирные, такие зеленые, густые. Есть вот такие маленькие. Есть уже совсем маленькие, но с плодами. Вот видите, они прям как карликовые, но это не карликовый сорт. Размер маленький у кустов из-за раннего плодоношения. Помните, вот этот сорт я вам показывала, 40 сари, и я еще удивлялась. Ой, он так рано, я только высадила, он весь облеплен у нас был этими перчинками. Но вот наша радость порой бывает преждевременной и необоснованной, потому что, конечно, это очень удивительно, очень хорошо, что он рано-рано вот так начал плодоносить. Но в это время кустик был совсем маленький. Видите, какие крошечные кусты? Ну, они буквально там 15, наверное, сантиметров. Они все улеплены плодами, и такой маленький куст, он не способен выносить, сформировать большие полноценные плоды. И у растения получается как? Он еще не нарастил свой куст, зеленую массу, тут появились плоды, у него раз, перещелкивается все, идет все питание. Вся корневая система работает только на обеспечение вот этих плодов питательными веществами, всеми элементами, все, что он берет из земли. И растение как бы листья оставляет на второй план. Уже все у него самое главное, сформировать плоды, чтобы там семена были, продолжился род. Но это так природой заложено, что почему-то плоды всегда ставятся на первое место. Листьям элементарно не хватает питания. Все, они у меня начали понемножку, сначала, смотрите, сначала вот так пожелтели, потом явный признак недостатка азота, потом начинают краешки как бы подсыхать и, ну как, сильно желтеть и подсыхать, и все. И получается, что растению не хватает питания на листья. Ну, оно не питает листья, все бросает на плоды. Но без листьев, без большой зеленой массы плоды-то тоже не могут вырасти, потому что все идет, формируется через листья. У нас получается замкнутый круг. И получается, что растение останавливается в росте. У него и плоды не продолжают увеличиваться, и листья начинают желтеть. Вот это недостаток азота и недостаток вообще, наверное, общих всех веществ, потому что в таком раннем возрасте растениям не под силу вот столько плодов выносить. Потому что само оно, карлик, вот здесь не так явно выражено, но все равно уже начинается, потому что растение совсем маленькое. Смотрите, все оно увешано вот этими перчинами, а листьев раз-два и обчелся. Такой маленький листовой аппарат, никогда не выносить столько перчинок. Вот здесь тоже совсем маленький кустик. И плоды уже почти полноценные, много-много-много. Лучше всего, конечно, идеально, когда развитие куста идет вот по такому сценарию. Смотрите рядом, какие толстенные, вот эти, которые я показывала. У них такой толстый стволик, у них прям такие зеленые здоровые листья. Вот такие вот кусты, здоровые, зеленые, пышные. Вот они сейчас, когда завяжут зависть, им будет по силам выносить и 10, и 20, и 30 плодов. Они все будут увешаны плодами, и всем плодам хватит питания. Все, для чего я это говорю? Если у вас, так же, как у меня, например, появились рано вот эти плоды, и вам жаль их все-таки обрывать и общипывать. Вот некоторые первые плоды и цветы общипывают, пока не вырастет зеленый куст. Но не у всех поднимается рука. Вот у меня обычно рука не поднимается. Иногда растение как-то само справляется. Ну, там несколько плодов образовалось, оно и продолжает наращивать кустик. Но вот чаще всего плоды высасывают все из растения, все питательные вещества. Листикам не хватает. И вот в этом случае прям можно, как локально, только эти кусты подкормить азотом. Но азотом это просто нужно полить мочевиной. Одна столовая ложка на ведро и по стаканчику грамм по 300 под каждый кустик. Или можно дать отдельно им дополнительно полностью комплексное удобрение, где азот, калий, фосфор. Потому что видно, что кустики в плохом состоянии, они листики пожелтели, явно им не хватает ничего. И вот эти вот, которые плоды я вам показывала, они почти в таком же размере, как и были. Я показывала недели две назад, на полмесяца не помню точно. Ну и получается, что ни листья не растут, ни плоды не растут. Вот таким растениям обязательно нужна подкормка. И вот эти листья желтеют, это точно уже. Только из-за недостатка питательных веществ. Это уже не заболевание, это ничто. Это просто вот это раннее плодоношение. Я еще раз говорю, что, конечно, идеально было бы, если бы все растения вели себя хорошо, и вот так сначала бы нарастили зеленую массу, потом бы появились у них уже детки плоды. Но не всегда бывает так. У меня вот основная масса, ну как правильно развивается. Видите, они здоровые такие, зеленые. И завязи вон они, они маленькие-маленькие, еще крошечные. Конечно, вот такой большой куст, он выносит все эти завязи, он обеспечит их питательными веществами. Но есть те, которые поспешили, вот такие вот, как эти, совсем крохотули, но все-все-все в перчинах висят. Вот им нужна помощь. Вот тут еще не явно так видно, а вот сорт сороксари, он вообще уже в плохом состоянии, его нужно срочно подкармливать. Вот у меня листья пожелтели, вот по такой причине. А у вас, может быть, недостаток влаги, еще есть причина пожелтения листьев. Или еще что-то. Ну все, до свидания. Я буду подкармливать сейчас свои перцы. Если у вас есть вот такая подобная ситуация, раннее плодоношение, истощение куста за счет, из-за того, что вот на плоды все ушло, подкармливайте азотом. Перцы, это не томаты. Они у вас не зажиреют. Им азот нужен. Их можно подкармливать и птичьим пометом, и коровяком, и подкладывать перегной, и подкармливать мочевиной. Все это они кушают, все это им идет на пользу. Но все удобрения, конечно, вносите по влажному грунту и в соответствии с инструкцией. Все, до свидания.